Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Наталья. В этом видео я подведу итоги того, что у меня осталось, да, запасы мои. Так скажем, третья часть, ну или точнее итоговая как бы часть. Но вначале я покажу, что я себе взяла на дополнение к уходу, да, то, что у меня заканчивается, то, что я решила обновить, добавить. Вот такое будет скомпонованное чуть-чуть видео. И начнем мы вот с этих вот очищающих, скрабирующих стиков. Т-зона у нас очищается этими штучками. Выглядит это дело вот так. Это Японика бренд. Брала я в золотом яблоке. Вот стики скрабирующие против черных точек с марокканской луканической глиной. Сейчас я покажу, как это выглядит. Тут вот их три штучки. Это просто как мыло, я так понимаю, да. То есть просто намыливаете кусочек и по проблемным зонам проходимся. Такое маленькое раскрошилось. Ну да ничего. Одну штучку я отправлю с мужем в Подмосковье, чтобы у меня там тоже было это дело. Тут, кстати, тоже будут несколько вещей, которые я отправлю туда для того, чтобы мне там было чем пользоваться. Вот такую сыворотку, кстати, да, тоже я хочу отправить в Подмосковье. И сейчас мы посмотрим с вами, как она выглядит. Это Леврана. Сыворотка у нас Refresh. Refresh называется. Она у нас регенерирующая для лица. Эффект омоложения. Выравнивает рельеф. Борется с несовершенствием. Подходит для проблемной кожи и кожи с постакне. Показываю, такая вам читаю. Так, ну в общем, вот так вот это выглядит дело. Так вот выглядит сама сыворотка. Откроем и посмотрим, что у нас там по консистенции. Очень интересно. Так, пришла с работы вся рука, как обычно, в этих взводчих. Так, вот так и, ну это как обычная водичка. На запах приятное, свежее какая-то что-то. Такой, да, прям свежестью пахнет. Надеюсь, мне понравится. Потому что Леврана, да, не все его любят, этот бренд. Но я надеюсь, что мне повезет, так скажем. Так, дальше. Беру вот такую мицеллярку. Бифазную от L'Oreal. Она, видите, такая маслянистая. И ее я, ну, добавляю здесь в свой уход. А вот мицеллярку от Evelyn. Вот такую. Она у нас с каким-то чем-то, с зеленым чаем. И сосая. Вот. Вроде как увлажняющая. Биоформула. Organic Gold. Созданная согласно тренду Clean Beauty. В общем, с веганскими всякими составами. Органическая цинтелла. И василек. Тут все-все-все. Эту мицеллярку я отправляю в Подмосковье. Чтобы у меня там был тоже запасик, да, так скажем. Потому что у меня муж просто ездит на поезде. И, соответственно, с ним можно отправить какие-то вещи. Я же летаю на самолете. Мне как бы, ну, неудобно все это дело туда отвозить. Так, дальше. Открываю вот такие патчи под глаза. Это у нас, как правильно, Lab by Natura Siberica. Лаборатория Natura Siberica. И это гидрогелевые патчи. Сто процентно натуральная основа. Из северных водорослей. Шестьдесят штучек тут в комплекте, да. И все, конечно же, на скотче. Из магнит-косметик. Очень у нас интересно запаковывают. Вот, под моим последним видео из магнит-косметика, который, кстати, очень много просмотров набрал. Это видео набрало. И комментарии там такие, конечно. У меня некоторые комментарии просто умиляют. Ну, в том плане, что я не знаю, как реагировать на такое. Вот. Так, сейчас тут не открывается. Вот так под дело. Потому что люди какие-то странные вещи пишут. Ну, я на то, что я считаю нужным, я отвечаю. То, что как бы нет, я не буду комментировать какие-то нелепости. И что-то у меня вообще какое-то... С увеличением количества подписчиков у меня увеличиваются непонятные личности. Которых, в принципе, я, наверное, в большинстве своем просто буду банить. Ну, да ладно. Так, вот так это выглядит. И ох, какие золотушки. Золотушечки. Очень приятно пахнет чем-то. Ну, в принципе, как обычные патчи. Я думаю, будет норм. Убираю сейчас сразу в холодильник. Дальше беру вот эти патчи. Пэда, вернее. Очищающие пилинг диски для идеальной кожи. Тоже Сиберика. Ну, это у нас уже облепиха Сиберика. С витамином С. Семидесяти семипроцентный органический гидролат алтайской облепихи. Пятипроцентный витамин С и ПХ кислота двухпроцентная. Я думаю, будут круто тоже они работать. Давайте откроем. Это я на вечерний уход беру. Буду, так скажем, комбинировать туда-сюда. У меня сейчас тоник от Эвелин. Тоже такой. С какой-то кислотой. Господи, забыла. Ой, как вкусно пахнет. Я так по этому запаху скучала. Пахнет, как облепиховый шампунчик. С бальзамом. Прикольно. Классно. Я обожаю этот запах. У меня муж его просто ненавидит. Так что, наверное, я зря я их сейчас открыла. Потому что он у меня скоро приезжает. И я тут ему, конечно, с этим запахом. Ну да ладно. Так, очень удобно сделано. Баночка. Класс. Так. Дальше что? Беру вот такой вот скраб. Это у нас Ritual of Sakura. Rituals Brand. Посмотрим тоже, что здесь. Я сегодня очень много открываю фольгушечек. Я люблю это дело. Ох. Такая красота. Пахнет как-то нервно. Как-то нервно. Понятно. Ну, не знаю. Странный. 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 Странный сладко какой-то. Ну, что-то похоже на вишневый цвет. Сакура. Это же что-то с вишневым цветом связано, да, по-моему. Ну, посмотрим. А, ну да, череблосом. Я вот даже не прочитала. Органический рис и череблосом. Ну, прикольненько так, приятненько. Есть что-то в этом. Так, дальше что у меня идет вот такой крем под глаза. Я его тоже отправлю в Подмосковье. Это у нас Эвелин с витамином У10. Ну, это такой будет обычный крем, который, в принципе, на там сколько-то дней до пребывания моего нормально будет работать, я думаю. Вот. Не стоит там держать дорогой крем. Приятный ароматик такой сладковатый какой-то. Вот. Тоже едет туда. Леврана у меня еще один продукт. Это тоник для лица. PH5,5. Тоник для проблемной кожи. Тоже беру в уход на дневную основу, так скажем. Прозрачная просто жидкость. Пахнет нейтрально, чуть-чуть травками. Вот. Его берем. Может быть, отправлю тоже. Не знаю. Посмотрю сейчас, как он мне тут пойдет. Если он мне тут не пойдет, то отправлю туда тоже. Так. И еще вот такая у меня планета органика. Пилинг миндальный для лица. Это второй шаг. Первым шагом там идет очищение. Вторым шагом вот этот пилинг. И третий шаг тонер, который слабо... Короче, PH пониженный там. Я забыла, как это правильно называется. Сейчас я вам скажу. Тоник для лица нейтрализатор пилинга. Вот. Он тоже есть в этом бренде. Продается у нас подружке тоже. Они рядышком стоят. Вот так выглядит это дело. Персиан Элмонт. Скин Глоу. Бутылочка пластиковая. Дешевенькая. Сам пилинг жидкий. И ничем не пахнет. И ничем не пахнет. Да, ничем абсолютно не пахнет. Вот. Посмотрим. Уже что, как. Я такую кучку здесь создала. Так. Еще у меня идет из новенького вот такой Элпикея скраб. Для губ с такой коалой. Мишка. И так вот выглядит пузыречек. Здесь вот такая пимпочка. Ой. Не туда фокусирует. Вот. И здесь у нас. Сейчас посмотрим. Так. О, такие хорошие скрабирующие частички. Мне нравится. Аромат. Ну, кокоска какая-то. Что-то. Кока. Калада. Типа пинакалада, что ли. Ну да, что-то. Что-то есть такое. Кокосовое. Ананасовое. Приятненько, в принципе. Стоит недорого такой скрабик. Так. И беру вот такую вот масочку пилинг для ног. Тоже давайте открою с вами. Потому что, ну, видео снимать не буду, да, как это все. Вот. Здесь, значит, у нас два состава. По одному на каждую ногу. И, соответственно, два носочка. Носочка, правильно? Сейчас посмотрим. Да, два носочка. То есть тут составы заливаются. Интересно. Хорошо придумали. Вот. Разрезается. То есть они не пропитанные. А вы будете заливать состав. Очень плотная. Такая хорошая. Я первый раз вижу в носочках такую прям хорошую плотную ткань, так скажем. Класс. Прям качественно все сделано интересно. Но это стоит, конечно, денежек. Триста вот девяносто девять рублей. Надеюсь, что мне понравятся эти носочки. Они 3Х кислоты содержат. 3Х кислоты, так скажем. Так, ну вот, на 11 минут наболтала. Еще несколько минут посмотрите. Мой такой... А, нет, еще не все. Господи, еще не все. Боже, что ж такое. Какого мне всего много. Я не знала. Так, мне не потерять эти штучки-дрючки. Носаем на белом на диване. Так, еще открываю вот такой оси трехминутный реконструктор для волос. Очень я люблю аромат оси. Я прям обожаю его. Вот, и это действительно классная штука, которая отлично работает на волосах. Вот, и здесь очень удобный такой поворотный этот чпонь-чпонь механизм. Сейчас я покажу. Вот, получается. Делай раз, делай два. А, где? Так. Что-то пошло не так, да? А, господи, я уже забыла. Тут просто нажимаешь, и он выдавливается. Оп. А в стоячем состоянии ничего не вытекает. Вот. Так, еще для волос я беру вот такой кондиционер-вольтаж с мангом. Очень вкусно пахнет мангой. Я обожаю. Эти кондиционеры такие потяжелее, поэтому их надо использовать зимой лучше, да? Еще вот беру такой гель для душа Lovely Moments с очень приятным ароматом Bubble Gum с такой единорожкой. Это у нас Фаберлик. И аромат, конечно, шикарнейший. Вот. И еще я беру вот такой шампунь Сиос для окрашенных волос. Вот. Посмотрим, как. Не знаю, пойдет, не пойдет. Но на первое... Я сейчас делаю такие шампуни, которые не очень делаю, на первое мытье. Так, теперь все. Теперь я все. Все баночки вам показала, которые открываю и добавляю в уход. И, наверное... Ну, нет, все равно прикреплю, да? Все-таки отчет должен быть какой-то о моей проделанной инвентаризации. Так что смотрите, пожалуйста, дальше. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Пока-пока. Так, ну что. Я решила подвести итоги. Вот этот дурацкий ед, который у меня слетает с него. Видите, отклеивается вот эта штука. Ну, короче, надо его что-то с ним как-то чинить уже. Еще кое-что нашла, пока тут разбиралась. Вот такая увлажняющая маска для лица. Ежедневный гель-скрав для умывания. Стики я недавно брала для очищения. И пилинг. Вот такой вот гель для... Ну, в общем, короче, скатка. Давайте подведем итог. Просто, да, для себя я решила посчитать. Шампуни и бальзамы даже считать не буду. Гель для душа тоже, потому что их в избытке. В ванной то, что лежит, я как бы оставила в ванной. И получается вот так вот выглядит весь запас, да? Мои косметические. Вот это, вот это, вот это. Вот, примерно... Ой, моя нога. Примерно вот так. И что имеем? Для тела более чем предостаточно, да? То есть есть много лосьонов для тела. Для рук. Раз, два, три, четыре, пять кремов. Один крем для ног. Вот крем для ног можно запастись. Для тела тоже. Для тела это для загара. Значит, крем для ног. Запомнила. Дальше по сывороткам. Миллион сывороток. Раз, два, три. Вот тут вот еще есть. Там, ну, полно сывороток. Тоников. Раз, два. Тоников и тонеров. Три. Четыре. Так, этот я не считаю. Пять. Пять. Шесть. Ну, короче, достаточно. Мицеллярок. Я вообще молчу. Раз, два, три. Короче, много. Четыре. Ну, в общем, шесть-семь тоников. Пять мицеллярок. Пэды еще тоже, да, очищающие. Масок тоже пока достаточно. Крем под глаза есть один-второй. На шею достаточно тоже вот три штуки. Патчи под глаза есть. Алоэ вот эти гели тоже у меня есть. И вот эта вот масочка-скраб тоже достаточно вполне. Тут еще, да, пенки. То, что для умывания вот эти крема. Крем у меня получается только ночной остается, который гликолевый в запасе. И вот из этой, да, коробочки. Ну, как бы вот эти все мелочевки, это я не считаю. По факту у меня получается кремов нет для лица. То есть есть миньки какие-то, но вот они, ну, миньки и гликолевые. Гликолевые на каждый день нельзя использовать. Поэтому я прихожу к выводу, что мне нужен крем для лица. И я сейчас буду его себе выбирать. Больше мне не надо ничего. Если только какая-то, ну, мелочевка. Так что вот такие разборки, такие у меня запасы. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Что вы тоже у себя посмотрите, что у вас есть. Может быть, тоже отснимите, девчонки, кто-то видео. Перед Новым годом надо, да, вот эти вот итоги какие-то подводить. Косметические, так скажем. Вот у меня итог такой. В принципе, вы знаете, я думала, что будет хуже. Я почему-то думала, что у меня вообще прям караул. У меня, в принципе, только вот для волос, для тела всего много. Ну, вот этих мицеллярок, потому что они, как бы, я ими, ну, редко пользуюсь просто. Так что, скорее всего, их надо просто будет подарить. А то, что у меня маски расходуются, крема у меня расходуются, тоники, то, что их много, но они расходуются, сыворотки тоже. То есть, просто я когда-то, да, запаслась. Надо их сейчас уже брать в использование и тоже расходовать. Вот. В принципе, это не... Я считаю, что это немного. Ну, еще есть в Подмосковье, но я же, как бы, езжу туда-сюда, поэтому мне нужен запас и там, и тут. То, что у меня сейчас в использовании, оно, ну, там, там тоже не очень много. Так что я молодец в этом году, не сильно захламилась, я считаю. И, в принципе, я подвелась итог, и я вот пришла, да, к тому, что мне нужен только один кремушек для лица. Все, больше я ничего себе не ищу в этом году. Следующим мы посмотрим. Все, спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Это очень и очень поможет продвижению моего канала. Пишите комментарии. И пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!